В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Николай Стрелков, председатель Совета регионального отделения поискового движения России. Здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Старт в акте памяти дан в этом году. Первым местом, куда вы поедете, станет Холм-Жирковский район Смоленской области. Почему именно туда? У нас несколько отрядов, то есть это один из отрядов поедет именно в Холм-Жирковский район. Дело в том, что мои предки все из этого района, и мать, и отец, там остался дом, там осталась усадьба, ну и, соответственно, теперь это база рязанских поисковиков. Ну так вот волею судеб случилось. Ну, вы туда едете не случайно, там были найдены какие-то предметы, связанные с тем, что в этом месте были бои, и, возможно, лежат люди, которые до сих пор не подняты, да? Да, это история известная, которая носит название везде в интернете, просто если забить название Зейдлиц, то есть это операция по уничтожению 39-й окруженной нашей армией, так называемый Бельский котел. И как раз Холм-Жирковский район был одним из центральных мест тех трагических событий, которые происходили в июле 42-го года. И, конечно, это земля, то есть вот эта граница Смоленска, Твери, это там и Бельский район недалеко, и Ржевский район. Наша попытка выйти в ворота на Волоколамку между Олениной и Нелидова. Вот в этом котле вся 39-я армия, 11-й кавалерийский корпус, они практически все там и погибли. И пришлось их сформировать вновь. Вот. И может быть каких-то широкомасштабных, то есть боев типа Ржева, Прохоровки и так далее, там такого не было. Но трагических судеб там просто вот весь лес, все болота, все об этом говорят. Постоянно мы находим каски, какие-то затворы, то есть из минометов наших солдатиков обстреливали. Постоянно там все усыпано осколками. Ну и, конечно же, стоят траншеи, окопы, в которых мы находим и наверху прямо находим, прямо под корнями деревьев, лежат наши защитники Отечества. Конечно, они как выходили из окружения, так они до сих пор и выходят. Выйти только не могут. Вот помогаем, помогаем выходить им. А как найденные предметы помогают остановить, кто именно погиб в этом месте? Вы знаете, уже в 1942 году уже начали переходить на красноармейские книжки, там были какие-то бумажные документы. Медальоны, конечно, солдаты сохраняли. То есть есть именные вещи, то есть это может быть какая-то подписанная ложка, фляжка, котелок. Ну что-то нацарапано на металле, то, что не сгнило до сих пор. Это медали. Они, как правило, медали, они все номерные, то есть мы по номеру через Министерство обороны можем узнать, чья это медаль. То есть это может помочь. Ну и, конечно, главный источник информации о том, кто это такой, что за бойцы, это, конечно, солдатский медальон. Ну, название, конечно, такое размытое, все думают медальон, это какая-то металлическая штука, современная, да, медальон. На самом деле это просто ибонитовая пластмассовая капсулка маленькая, она вот такая буквально капсулка, стоящая из двух частей. Туда вложены две бумажные такие продолговатые, ну, длинные такие таблички, на которых боец писал фамилии и отчества, откуда он призвался. Ну, и координаты ближайших родственников, куда отправить письмо о его гибели. Вот найти этот медальон, эту капсулу, это вот самое важное, самое ценное, это самая правдивая информация. В прошлом году что нашли там? Знаете, в конце нашего поискового сезона, это был конец сентября, там мы холм жарки закрывали, были найдены останки красноармейца и были найдены три медальона, три медальона. Один был вообще пустой, в другом была записка, но она нечитабельна ни при каких раскладах, ни в ультрафиолете, ни во всех фильтрах, даже в рентгене она нечитабельна. То есть, ну, плесень и время съели все органические чернила, просто нечитабельны. А вот третий медальон, мы его раскрутили, он внешне вообще пустой, то есть на нем ничего не было. Но в красном и желтом спектре он оказался заполненным. Это боец Рыбальченко, то есть мы его узнали с 910 года рождения, он из Туркмении. Видимо, родители, может быть, там военные были, как-то уехали в Туркменистан, он оттуда уже призывался. То есть был найден боец, причем он найден частично, это место, где стоял в войну лес, его потом, естественно, весь срубили, посадили новый, во время посадки, рубки и так далее, останки, скорее всего, были просто растащены. Учитывая, что медальонов три и внутри вкладышей было два, то есть, скорее всего, он там не один. Вот такая вот история нам на этот год. Вот, причем место, где ходили, мы просто проходили на места боев через эту делянку, просто проходили всегда мимо. Вот мы его зацепили буквально случайно, просто случайно, на какую-то металлическую, сейчас не помню, то ли звездочку, то ли пуговицу, то есть что-то вот такое, начали зачищать, и вот оказалось, что он там лежит и ждет до сих пор. Но вот три медальона, это вот загадка, мы должны разгадать, кто это, что это возможно, того, кого мы нашли, это совсем и не Рыбальченко. Нужно искать родственников, делать ДНК-анализ, тогда мы точно разберемся. Те предметы, которые вы находите на местах боев, какова их дальнейшая судьба? Они отправляются в музей или что с ними? Ну, давайте сразу разберемся, что то, что лежит сейчас в поповарне... Понятно, останки, что они перезахораниваются. Останки – это останки. Мы говорим сейчас про металл. И металл, он тоже разный. Бывает металл с наличием взрывоопасных предметов, ВОПов. То есть, это ведомства МЧС и ФСБ. Мы туда не лезем, мы их можем обозначить, мы их не перемещаем и не передвигаем. Это, в принципе, опасно. То есть, это каждый год из-за несоблюдения техники безопасности, банальный, кто-то погибает каждый год. Хотя прошло сколько времени. Внутри взрыватель, он целый, он не сгнил. И при просто перемещении предметов просто в пространстве, он задетонирует. И там, ну, если он в руках взрывается, мало не кажется никому и всем окружающим еще. Поэтому есть вот этот металл, мы не трогаем. Это не наше событие. А вот те же самые части осколков, хвостовики от мин, то есть, то, что имеет внешний вид и говорит о том, что война здесь была. Это мы собираем, это мы собираем и, конечно же, привозим и в наш музей, то есть, который находится на базе ДОСАФа сделан, на базе наших ведущих партнеров, на электрозаводской 63. То есть, выкладывается там музей и раздаем в школьные отряды нашего региона. То есть, этот металл, понимаете, для тлового региона найти просто какой-то хвостовик от мины, то же самое, ну, это просто невозможно. Его ты не найдешь нигде. А то, что война была, можно потрогать здесь и для детей, я считаю, это важно. Поэтому просто их передаем в музеи, даже без расписок, безвозмездно, просто привозим и отдаем ребятам делать экспозиции. Поисковые отряды занимаются не только поиском погибших, правильно? Также вы занимаетесь еще реконструкцией военной и поиском родственников. Как эта работа продвигается? Чтобы население Рязанской, в данном случае области, знало об этой работе, знало о том, что война была, как это было, сколько весил ППШ, как он стрелял, ощутить эту атмосферу, ну, не дано. Потому что не всех мы можем взять с собой в лес. То есть, мы должны лес и войну, соответственно, переместить сюда. Это тоже форма увековечения памяти погибших при защите Отечества. Это наша главная цель – увековечить память. Реконструкция, военно-историческая реконструкция – это, ну, такое театрализованное действие с использованием аутентичной формы, оружия, техники и так далее. То есть, мы хотя бы крупинку, хотя бы частичку войны можем показать. Мы проводим ее достаточно редко, то есть, это День Победы, естественно, ну, 22 июня, да, тоже мы выезжаем уже куда-то в район. То есть, если 9 мая – это чисто Рязань, то 22-е мы выезжаем в разные районы. В Касимовский, в Сараевский, в Рязанском районе было. То есть, мы везем войну к людям. То есть, реконструкция – это, наоборот, война в массы. А насколько бывает сложно найти родственников погибших? Порой, иногда это просто невозможно. Потому что с войны прошло достаточно большое количество времени. Многие бойцы, которые уходили, они не были ни женаты, если женщины, то они, может быть, и не были замужем. То есть, не было прямых потомков. То есть, уже ищем где-то по братьям, по сестрам, по племянникам и так далее. И, конечно же, послевоенное восстановление страны, оно внесло свою лепту, что люди разъезжались. То есть, не факт, что они будут здесь у нас в Рязанском регионе, хоть и указаны все данные, адрес, фамилия, вот все. Уже и деревни такой нет, и адреса такого нет. И куда уехали, кто его знает. Вот, например, боец Сидоров. Боец Сидоров, мы его уже захоронили. Благодаря средствам массовой информации, это появилось в сети, что боец Сидоров, уроженец Рязанской области, был найден там-то, похоронен там-то. Из Москвы позвонила женщина, говорит, мы с ребенком сидели, делали краеведческую работу. Но я знаю, что у меня просто не был Сидоров. Ему просто в интернете забили, ну что про него может быть там. И тут высвечивается статья, вот он наш Сидоров. То есть это благодаря средствам массовой информации. Они позвонили нам, принесли документы, доказали, да, действительно, это он, да, действительно. То есть уже он был похоронен у нас в Рязани на Богородском кладбище, но родственников не было. Но мы вернули его в Рязань. И родственники же постфактум нашлись. То есть бывают вот такие вот истории, а бывает, что и не находятся. И им известно, и знаем, где похоронен. И данные в Минобороны внесли уже, родственников нет. Может их вообще больше, ну рот прекратился. Ну всякое бывает. Может быть никак не найдутся. Сложно. В этом году впервые один из рязанских отрядов появится в Крым. Вот расскажите про эту работу. Да, у нас есть, у нас так получилось, что основная масса отрядов средоточены в городе, в Рязани. Ну областной центр, и тут как-то проще обменивается информацией и так далее. У нас есть такой удивительный отряд, железные витязи, который возглавляет Женя Секирицкий. Тоже не менее удивительный человек, каскадер Мосфильма, руководитель мотоциклетного байкер-клуба. То есть он решил бросить столицу, бросить Москву. Ему просто понравились Касимовские места. Он живет в Касимовском районе, живет, работает. Сосны, АК. То есть он просто приехал и сказал, вот здесь я хочу жить, не хочу Москву. Вот он там живет. Так вот получилось, что, например, этот отряд, и лично Женя, он такой очень интересный человек, он зажигает собой других людей. Вокруг него аккумулируются люди очень разные. Все мы, ну вот, например, мы помним и знаем, и любим группу Ума Турман, братья Крестовских. Вот Владимир Крестовский, один из этих, он постоянный гость Жени, он постоянно приезжает в Касимов. То есть, постоянно. Женька, например, стал строить в натуральный размер, в натуральную величину немецкий танк. То есть, вы заезжаете в деревню Погост, где живет Женя, там стоит немецкий танк. Кто в Рязани может похвастаться хотя бы макетом немецкого танка? Просто человек живет, любит свое дело и живет тем, чем он любит. Так вот, в прошлом году у них не получилось, они очень хотели поехать в Керчь, в Крым, на вахту, тоже по приглашению, естественно. Вот, и в этом году они получили согласование, и сейчас, в апреле, в 20-х числах, они поедут в Керчь и в Альтиген, это Крым, республика Крым. Потому что мы все слышали про каменоломни Аджамушкая, где постоянно копают, да, то есть, защитники Севастополя ушли в этой каменоломни, и там удержали оборону, да, мы все об этом знаем. Но там очень-очень много, там вообще слоеный пирог, то есть, там всю историю России, там шли войны за Крым. То есть, там и по 17-му веку ты можешь найти, то есть, они лежат друг над другом, вот так вот, слоеным пирогом, поэтому там работа очень сложная, плюс там камни, плюс это море, это соль, и плюс еще археологические моменты вписываются. То есть, то, что больше 100 лет, это белый лист, это археология, то есть, там очень непросто работать, но очень интересно. Вот, поэтому я искренне-искренне завидую Жене и его ребятам, которые поедут, надеюсь, в следующем году тоже сам съезжу. Спасибо. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был Николай Стрелков, председатель Совета регионального отделения поискового движения России. Спасибо, что пришли. Спасибо, Дина. Наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь, до встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова